друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить все лайки ну что же к повестке экономического календаря сегодня несколько релизов на которые я рекомендую вам обратить внимание во-первых это данные по инфляции в еврозоне в 12.00 по московскому времени отчет важный для того чтобы оценить или лучше сказать еще раз убедиться на с вами что проблема инфляции высок это проблема которая характерна не только для американской экономики это проблема всей глобальной экономики сейчас и как мы ранее уже с вами разбирали этот новостной фон рост инфляции базируется на факторы связанных с последствиями ковида далее отчет по инфляции в канаде в 15 30 по московскому времени канадским долларом мы с вами торгуем я ранее рекомендовал удерживать длинные позиции по нему потому что лично я верю в роста рынка нефти верю то что рынок углеводородов останется чуть ли не основным триггером укрепления позиции канадского доллара это что в последние дни на фоне выдающегося роста американского доллара канадский доллар все-таки проявляет стойкость характер и не валится так активно как многие рисковые инструменты доказывает то что на канадца впоследствии очень сильно повлияет нефть когда она выйдет из узкого коридора в котором вот находится несколько на торговых сессий подряд сегодняшний отчет по индексу потребительских цен может помочь покупателям канадского доллара потому что с большой долей вероятности мы увидим рост инфляции но в отношении от неготовности на текущем этапе федрезерва европейского центрального банка к проактивным мерам и к противодействию роста инфляции посредством ужесточения монетарной политики канадский регулятор придерживается другого подхода и если данные по инфляции действительно превысит существенное значение прошлого месяца я более чем уверен то что мы получим от канадского регулятора комментарий о готовности повысить процентную ставку тем более что важные важные условия для того чтобы пойти на такой шаг а именно в канаде она уже сформирована поскольку ранее банк канады как вы помните полностью свернул программу количественного смягчения сейчас ему не нужно делать оговорок относительно того что сначала стоит дождаться полного выхода из программы безумных экономических стимулов потом посмотреть когда экономика адаптируется к этому и только после этого повышать процентные ставки я думаю что канадский регулятор когда свернул программу количественного смягчения ясно дал нам понять что готов к жестким мерам поэтому остается их только дождаться в 17.30 далее запасы нефти сша которые возможно если ориентироваться на последний отчет американского института нефти ему буквально несколько часов опи сообщили о том что запасы на прошлой неделе выросли на 0 6 миллиона допускают что запасы нефти и по официальному ведомству также могут показать прирост однако лучше смотреть на внутреннее потребление которое мы анализируем через запасы бензина запасы бензина по американскому институту нефти снизились больше чем на 2 миллиона и я жду похожих цифр от официального источника информации влияние рынка на нефти на это релиза будет нейтральным но про нефти давайте поговорим чуть позже еще один релиза на которой обращаю ваше внимание в 20 30 точнее это выступление очередная речь пресс конференция главы европейского центрального банка кристин лагард точно можно сказать что эта неделя у нее очень плотный график потому что уже с понедельника мы имели возможность послушать ее дважды а в ходе торговой сессии понедельника когда она обвалила евро как вы помните я решил назвать брифинг а именно по факту ее воздействия на курс главного валютного риска и буквально несколько часов назад также состоялось его выступление можете посмотреть на графике евро также на том что она сказала получила импульс и возможно для нисходящего движения и добралась до той цели добрался до той цели который мы с вами оставили пара евро доллар сейчас котируется в районе отметки 113 и это была экстра цель которые мы руководствовались как действовать дальше ну очевидно что у лагарда прям какая-то задача сделать евро как можно слабее для того чтобы эту задачу выполнить ей нужно просто лишь касаться перспектив европейской программы количественного смягчения и перспектив повышения процентной ставки в еврозоне и говорить о том что никаких изменений в ближайшее время не произойдет но лагард умудрилась даже перевыполнить опять же такой план и позволила себе формировку что повышение ставок в текущем этапе может иметь разрушительные последствия для экономического восстановления еврозоны то есть это еще сильнее отбросило сроки первого решения по росту процентных расставка и евро разумеется на этом фоне полетел вниз может быть нахождение в паре евро доллар дальше с целями уже один двенадцать это наглость трейдеров но решать вам друзья если вы привыкли рисковать и готовы считаете что сегодня когда в 20 30 пройдет очередное выступление лагард эффект будет такой же то вполне реально что один 12 мы увидим можно до конца этой недели если же профит вас уже устраивает то лучше конечно же фиксироваться и а посидеть на заборе посмотреть как рынок поведет себя дальше по другим активам рынок нефти 81 69 единственное что сейчас оказывает давлеющий эффект на нефтянку это ожидание того что сша могут начать продавать статистические резервы ограничить экспорт но сразу хочу парировать аргументом тех кто считает что это на фон негативный для нефти что он не приведет к серьезному снижению котировок во первых потому что продажа статистических резервов приведет лишь к искусственному снижению цен и впоследствии это снижение будет полностью нейтрализовано растущим спросом и ограниченным приложением а что касается ограничение экспорта то это вообще из ряда вон что-то выходящее но даже если такая мера будет принято не забывайте что штаты экспортируют очень тяжелые сорта нефти которые не особо то пользуются спросом на внутреннем рынке поэтому не знаю даже кто больше от этого выиграет либо потеряет но эффекта для рынка нефти не будет никакого точно для глобального рынка поэтому я как и ранее напоминаем друзья что до тех пор пока баланса между спросом и предложением смещен в сторону дефицита предложения рынок нефти может выстрелить в любой момент поэтому я верю в рост котировок бренда и WTI кстати рекомендую с этим покупать еще и канадский доллар S&P на новых исторических максимумах как и ожидали пока тренд продолжается ждем психологической планки в 5000 пунктов доллар канадец 1.2573 а цели 1.23 никто не отменял золото 1854 доллара за тройскую унцию друзья золото на фоне очень опасные свечи дневной которые мы видели по закрытии торговой сессии вторника я бы рекомендовал пока что выйти из позиции понаблюдать ситуации и если будет возможность выкупить по более низким уровнем мы это сделаем что касается индекса доллара то 96 пунктов новых сделок ни в коем случае открывать не нужно как и ранее ждем уточнение позиции федрезерва как инфляция повлияла на решение будущее решение и на перспективу относительно роста процентных ставок доллар сейчас растет потому что резонанс данных по инфляции байден подписал инфраструктурный проект на 1 триллион долларов то есть это фактически уже не не законопроект а полноценный закон и влияние этого закона на экономику может быть позитивным поскольку доп инвестиции будут способствовать росту экономического восстановления с другой стороны эти деньги 1 триллион могут еще больше ускорить инфляцию а более высокая инфляция это еще один сигнал в сторону и в пользу того чтобы фрс начал действовать ужесточая монетарную политику но еще и пара отчетов хроничные продажи промышленное производство которые также не разочаровали друзья на этом собственно все большое спасибо всем за внимание хорошей торговой сессии всем пока